Всем привет! Привет и добро пожаловать на мой YouTube канал! Я рада вас приветствовать! Сегодня я сделала для вас видео с макияжем глаз, который у меня сегодня на глазах. Это такой как блестящий черный смоки-айз с палеткой от Tom Ford под номером 10 Titanium Smoke. Эту палетку я заказала практически сразу после той большой посылки из Harrods и также с этого же онлайн-магазина. Мне очень понравились оттенки. Сам дизайн классический, как и у предыдущих. Темно-коричневая упаковка, золотые детали. Здесь точно так же, как и в палетке Coco Mirage 10 грамм. Это очень радует, потому что это достаточно большое количество продукта. Когда вы открываете упаковку, зеркальце открывается до конца. Это очень удобно. Можно, в принципе, делать макияж и смотреть в зеркало спокойно. И вы видите четыре оттенка теней. Очень красивые оттенки. Два из них очень глитерные, прям шиммерные. Один сатиновый и один полностью матовый. Черный глитерный и серебряный глитерный. Сатиновый серо-серебристый, серый... Не знаю, как его правильно описать. И матовый черный. Очень просто нереально пигментированные. В самой коробочке вы видите две кисточки. Один такой, как спонжик с кисточкой, другая просто спонжики. Они, в принципе, вам особо не нужны. Но, может быть, если кто-то пользуется такими входящими в комплект спонжиками, только тогда, в принципе, можете не выбрасывать. Я обычно такие спонжики либо выбрасываю, либо отдаю кому-то. Сама палетка обошлась мне в 75 евро. Плюс доставка. Мне не хватало оттенка черного в палитре Coco Mirage. Я думаю, что она идеально подходит для смоки-айз. Если вам интересно, как я сделала этот макияж, такой смоки-ай, с данной палеткой теней, то продолжайте смотреть. Начну я с нанесения базы под тенью. Теперь сделаю затемнение уголка глаза черным каялом. А также пройдусь по линии роста ресниц. Я прошла с черным каялом по линии роста ресниц. Немножко уголочек затемнила и растушевала это все до складки века. Возьмем вот этот вот серый оттенок и пушистую кисть. Буквально немножечко, капельку. Начнем растушевывать складку века. Теперь возьмем черный на кисть бочонок и будем наносить в складку века. Берем снова растушевочную кисть и начинаем тушевать. Теперь берем плоскую кисть. Опять-таки черным цветом делаем уже полностью заполнение всего подвижного века. На внутренний уголок глаза ставим блестящий серебристый оттенок. Буквально чуть-чуть сбрызгиваем кисточку фикс плюсом от мак. И берем вот этот вот блестящий оттенок и наносим поверх черного цвета. Все то, что не растушевалось хорошо, можно взять бежевый цвет, немножечко каплю, и дотушевать грани. Потому что все-таки с этой палеткой, с серым цветом, невозможно растушевать прям полностью на 100%. Пройдусь по нижнему веку слегка, буквально чуть-чуть серым цветом. Пройдусь по слизистой черным водостойким карандашом. Теперь необходимо окрасить ресницы и поставить накладные реснички. Пока клей для искусственных ресниц застывает, я сниму ватным тампоном и мицеллярной водой все излишки и осыпание черных теней, которые у меня осыпались под глаза. Естественно, такой темный макияж глаз обязывает иметь идеальный макияж лица. Поэтому я, наверное, закончу свой макияж, нанесу тон, скульптурирую свое лицо. На губы я поставлю обязательно нюдовую помаду, потому что слишком большой акцент идет на глаза. Скоро вернусь. Ну что ж, мой макияж с палеткой Tom Ford в оттенке Titanium Smoke готов. Я немножко нанесла гель для бровей, сделала макияж самого лица и добавила помаду. Выглядит вот так вот мой макияж. Мне все нравится. Единственное, что я бы, конечно, хотела, может быть, побольше черного, но я думаю, в следующий раз обязательно сделаю чисто матовый Smoke Eye. Итак, что же я могу сказать по поводу этой палетки? Она очень красивая. Оттенки нереально пигментированы. В принципе, в видео это можно увидеть. Единственное, что меня беспокоит, это то, что они довольно сильно осыпались под глаза. Особенно черный цвет. Черный цвет очень сильно. Глиттерные не осыпались практически вообще. Но вот матовый черный и вот этот вот серый сатиновый, они достаточно такие сыпучие. То есть с ними нужно быть аккуратно. Если вы делаете макияж не как я, то есть сначала макияж лица и только потом макияж глаз, тогда я бы вам посоветовала прикладывать какую-то салфеточку на лицо, чтобы у вас не испортился макияж лица. А лучше всего, конечно, делать так, как я. То есть сначала макияж глаз, потом макияж лица. Так вам будет проще, чем потом черный цвет убирать с лица. Серый цвет мне понравился. Единственное, что его все-таки недостаточно для того, чтобы полностью растушевать смоки айз. Все-таки мне пришлось прибегнуть к использованию палитры Coco Mirage. Я взяла там такой бежевый оттенок, чтобы немножко дотушевать свой макияж. В реальной жизни все выглядит очень красиво, очень круто. Советую ли я эту палетку? Определенно я ее советую для людей, которые любят смоки айз. Она вам обязательно понравится. Я вообще никаких претензий практически к этой палетке не имею. Очень классная, очень классная. Мне очень понравилось. Очень легко работать с этой палеткой. Также этот макияж очень подходит на Новый год. Если в этом году на Новый год вы собираетесь делать смоки айз, вот это, вот эта вещь. Я очень-очень советую ее. Мне очень нравится. Я даже не знаю, что еще добавить. Просто я в восторге от этой палетки. Она прекрасна. И мне очень нравится сегодня мой макияж глаз. Один совет. Если у вас сделан черный макияж глаз, обязательно вам нужно иметь практически идеальный макияж лица. То есть у вас не должно быть видно нигде никаких ни прыщиков, ни покраснений, ни пожелтений и так далее, и так далее, и так далее. Что ж, я очень рада, что вы все-таки посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх. Таким образом вы меня поддерживаете. И пробуждайте во мне еще больше желания делать еще больше видео для вас, больше обзоров. Если вам нравится контент моего канала, обязательно подписывайтесь. Я оставлю ссылку внизу в описании на свой инстаграм. Если вам интересно, тоже можете подписаться. Обязательно буду делать видео по вашим запросам. Вы просили там уход за моими волосами и мои украшения или что-то в этом роде. Постараюсь снять их до конца этого года, потому что еще очень много, что нужно отснять для вас. Всяких обзоров, всяких различных продуктов. Когда бы вы не смотрели это видео, я желаю вам приятного просмотра, приятного времяпрепровождения. И, конечно же, до скорых встреч!